С вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер и мы на очередных покатушках. Почему мы сегодня и не начали с нашего моста? Да потому что мы едем совсем в другую сторону. Мы сегодня побываем, если можно сказать, за границей, да, то есть мы едем в Бельгию в город Брюссель, вернее в его окраины и, если нам удастся сегодня, мы попадем на рыцарский турнир. Там как раз какой-то праздник у них происходит, у бельгийцев. У них какой-то интересный язык такой. Я как-то раз пробовал читать их книжку, но получалось очень смешно. Итак, что у нас по плану? По плану мы с вами вышли сейчас на автобан между Кёльном и Воном. То есть мы едем сейчас в направлении Кёльны. Это недалеко, тут 30 километров. Потом повернем в сторону Ахена. Ахен 2А. И там уже Бельгийская граница. В общем, путь у нас туда-сюда, туда. 220 километров показывает мне моя навигация. Так, встанем сюда. Тихонько, боя. Бензин будем экономить. Так, хорошо. Значит, я думаю, мы с вами включимся уже на границе Бельгии, потому что здесь, в принципе, ничего такого нет, чтобы вы не знали. И по всему я пока отключусь, а включусь уже на подъезде границы. Окей. Ну, мы едем по-прежнему в сторону Наши западные границы. Местные становятся равнее и равнее. Ну, то есть, вы помните, голландские пейзажи. Это рядом все плоское такое. Ну, тут интересно, что навигация показывает, что мы едем по полям и лесам. Хотя мы едем по абсолютно хорошему, ровному автобану. Но, видать, у него это в голове не помещается. Ну, мы бы ориентироваться, что мы едем в сторону Ахана. Здесь дорога укончалась вообще-то, да? Наверное, когда-то. Ну, мы поедем дальше. Дорога нас приведет все-таки в город Ахана. От него уж мы в Бибельке как-нибудь найдем. Ну, вот появилась вывеска Брюссель. Пишет сюда него 137 километров. Ну, и там до адреса еще. Ну, в общем, пока у меня 147 стоит. По идее, мы должны приехать туда в 8.53. Ну, это только идея. Никогда не знаю, что будет на дороге. Что в Брюсселе, там, в Бибельке уже можно будет утонуть. Потому что начинаются вывески уже совсем не на немецком. Я как бы поэтому и любил по Германии кататься. И здесь я все знаю, все понимаю, да? Хорошо ориентируюсь, а там, как я знаю, это и дело в том, что я не помню. Там вообще, по-моему, ограничения 130 на всех дорогах. И, как я слышал, где-то штрафы там сумасшедшие. То, что где здесь я заплачу в Германии, я не знаю, сам большой опыт, за превышение 20 километров, там, в час, вернее, на 20 километров я заплачу 30 евро. То в Бельгии я сложил 130. Ну, не знаю, не могу сказать. Может быть, я путаю с Францией. Там на месте узнаем. Бельгия. Так, еще не вижу пока. По-моему, мы уже в Бельгии. Насколько я понимаю, мы уже в Бельгии. Да что ж такое. Вот так вот и пересекаешь границу. Заходи, кто хочет. Все, пошли надписи на бельгийском языке. Есть бельгийский язык, интересно. По-моему, там или голландский, или французский. Я об этом как-то не очень. Я помню, лет 8, наверное, назад или больше, я ехал по этой дороге, а был дождь. Очень сильный дождь. Ехал я на служебной машине, а мне на служебной машине бензин везде бесплатно. Кроме как за границей. Ну и, короче говоря, смотрю, знакомая заправка. Так же называется, как в Германии. Заехал, плачу, спрашиваю этого товарища, который за стойкой. Я говорю, это, вы мне квитанца дайте. А он, я чувствую, как-то меня не совсем понимает. И отвечает как-то тоже странно. Только тогда до меня дошло, что, да господи, ты уже приехал в эту Бельгию. Заправка называлась Эссо. Или Шелл. И вот, кстати, Шелл. Через 28 километров. Ну, Шелл он и в Африке шел, наверное, да? Но я что-то пропустил, потому что, ну, я ожидал, что-то будут какие-то там будочки хотя бы стоять. Или еще что-нибудь. Нет, ничего. Ничего. Так, у них автобаны освещенные, ребят. Они тут, насколько мне рассказывали, я не знаю, здесь ли, или это в Голландии, или везде в Нинзерландах атомная энергия используется. И вот, чтобы снять ночью холостой ход, то есть придумали вот автобаны освещать. Ну, как казалось бы, хорошее дело. Я помню, я ехал в автобусе в туристическом, в Кале, через Нидерланды, да? И вот это вот мелькание, дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын, но я ехали ночью по глазам, это было что-то. Поэтому меня это как-то не особо восхитило. Ну, вы видите, да? Вот так. Целая путь, через каждые 30 метров стоит столб. И освещает это все. Так, ну, сейчас, я говорю, надо посматривать на знаки скорости движения. Я на всякий случай 120 включу. Итак, мы поедем 120. Окей, будет что-то интересно, я опять вас подключу. Ну, что я вам скажу, дорогие друзья. Пока я разницы никакой большой не вижу. То есть тот же самый автобан. Такие же машины. Номературка цвет другой. Но это в Нидерландах, он, по-моему, желтый. В Голландии. А здесь просто стоит Б. Я говорю, у них и флаг такой же, как Германия, только поперек. Это мы видим. Тоже цвета. Черный, желтый, красный. Так. Нам осталось 100 километров теперь по Бельгии пить. Ну, сколько? Давайте. И тогда обречили нам 60 километров где-то. Если быть точным, до места 53. Ну, и по-прежнему плоская довольно-таки раввинина такая. Вот что сейчас предупредили, не знаю. Ну, скоро снизим, но всякий случай. Очень-очень много ветряков. Вот я еду прям натыканно от рекали. Провинц, Бравант. Тут, наверное, французский читать невозможно. Ну, в какую-то провинцию уехали. Интересный плакат. Стоит гроб. Вокруг него люди в бананах, клоуны, потом какой-то швули с 50-х годов, то есть гей. И в наряде черта стоят возле гроба. Не знаю. Почему? Странно у них. Емор. Очень странно. Поехали в большой город. Ну, мы его даже не видели. Направление. Леже. Если вам что-то это говорит. Леже. Ну, в всяком случае, на слуху я там не помню разу. Но я знаю, что на слуху лежит слово. Леже. А мы по-прежнему едем в направлении в Брисселе. Ну, вот мы съехали с автобана и начинается самое интересное. Дело в том, что моя навигационная система так интересно устроена, что она пытается найти самый длинный и самый неудобный путь в концовочке. Нам осталось 8 километров, но водить она у нас будет долго, потому что я не знаю, кто ее настраивал, но она стремится всегда попасть куда-либо через центр. Ну, для вас может быть и хорошо. Наслаждайтесь видами пригорода Брюсселя. Это не сам Брюссель. Я не могу выговорить, как он называет Икселес, какой-то этот район, куда нам нужно. поездим. Поездим. Мне будет очень удивительно, если это будет не так. Ну, я думаю, как в любом населенном пункте здесь 50. Хотя таких скоростей, как 90 километров, я не видел, честно говоря. в Германии нет скорости 90. Я 70, 80, 100, а 90 нет. Ладно, едем. Пока я еще не вижу большого различия. Есть немножко отличия в архитектуре участок домов. Вот такого разительного флаги были как раз бельгийские. Такого разительного я ничего не вижу. Допустим, когда я был в Англии, там заметно. Там действительно мой дом, моя крепость. Видно различия архитектуры, видно различия домов частных. Так, через 3 километра куда-то будем поворачивать аж налево. Так, магазины, ну, я думаю, что если слип, то это все-таки что-то со сном связано, то есть понятно. Так, это нет, это не узнается. Так, слава богу, никого нет на улице вроде. Меня сзади никто не подталкивает, буду ехать потихоньку и поверну там, где она мне показывает. от автосалона понятно. Так, дальше едем. Не спешим никуда. Доехали. Далее едем. Ну, вот так где-то выглядит пригород Кёльня вообще-то. Похоже быть. через пару светофоров повернем. я не знаю, как в Бельгии насчет желтого тормозя на всякий случай. Кто ее знает. Так, через километр поворот народ завтракает, сидит. Говорю, они тоже это делают. выехали дальше. Выехали дальше. так. 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 точно в центр втягиваемся. через 700 метров через 700 метров я вижу только светофор. втягиваемся. наверное, он и есть. Сейчас глянем. Там, скорее всего, на большом перекрестке. Там, там, дарам, там, дарам. Ну, интересное здание. Так, 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 так. Перестроимся налево. Ну, дома становятся побольше. То есть, к центру подъезжаем. Ну, это центр, если что, не берет силе. Это центр этого района. Или город, как вы хотите. Я не знаю, что это район, или город. так, нам показывают, нам надо налево поворачивать, налево поворачивать, а дальше куда, ребята? А дальше, вроде как сюда. Так, ладно. там что-то одни стройки. Скорость. Ну, вроде как сейчас пока это на руку. Потихоньку, потихоньку подкрадемся. шиговы, если они что-нибудь тут перекроют, ну, тогда еще покрутимся. надеюсь, что нет. Пока дорога ведет нас прямо. Это хорошо. так, что нам говорит. Ну, названия это еще пока не знакомые здесь. Рудебик какой-то и Монгомери. Монгомери, Монгомери. Сложно читать. Я в французском не буму. Так, продолжаем поездку по строительству дорожного. Вот вам надо было, ребята, раскопать, когда я приеду. Не раньше, не позже, да? Ну, слабо. Вроде как. Но все равно 50, 50, 50, 50. Держимся 50. хотя здесь можно и побыстрее, я думаю. Говорят, что это туннель. Вот это туннель? Или дальше будет туннель? Вот туннель. А сколько они, почему они не ставят скорость? У нас разные туннели, у нас есть 50 туннель, в котором я уже два раза влетал, потому что это единственный туннель, где 50, я больше не встречал, в Боне. Длиннейший туннель 50. А в основном 70, 80, даже бывает 100. Так, 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 так. Нам остается 2,5 километра. Там же совсем немного. так, что нам говорить, сюда поворачивать, да? Поедем сюда. Дальше куда? Молчим? Прямо еще говорить. Я там в гугле посмотрел, но коротко, совершенно коротко, взглянул просто, думаю, или довезет, или не довезет, а раньше, когда не было навигации, там, какие-то планы чертил, то сейчас это уже как-то глупо выглядит. Посмотрел там улицы, в гугле мап. Мне показалось, что машина должна найти. Она говорит, прямо 600. Машина, конечно, прибавилась. есть небольшие отличия от Германии. Есть, я вижу их. Ну, когда 20 лет прожил уже в одной стране, то видишь, что с архитектурой здесь немножко чуть по-другому. Ну, большого различия такого, прям, отпадного, как я сказал, в Англии нет. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Так, через 800 метров, говорит, надо поворачивать. Ну, никто и не будет возражать, в общем-то. Через 800, так 800. он показывает только прямо пока. Светофоры, светофоры. Ну, какая-то крепость, что-то такое с башнями. где ваш поворот-то? Ребята, где ваш поворот? Интересное здание какое-то. Кстати, там наверху эти парцеры что-то, или, не знаю, не рассмотрел, ребята. да, рыцарский шлем, я смотрю, какие-то причиндалы. Нет, наверное, еще надо будет 500 метров проехать, здесь еще рано поворачивать. Так, сзади никого, хорошо. Так, здесь ходит трамвай. Так, система наверное та же, что, чтобы понять, где ты находишься, надо попасть на перекресток, как в Германии. Иначе на домах нет улиц надписи. Так, поехали. Последний рывок. Что бибикаем? Не надо бибикать. Не нервируйте меня. Я и так не думал. А еще бибикаете тут. хорошо. Здесь где-то должен быть поворот. И еще не здесь. Это странно. Сколько ж можно ездить. Так, ну, прибыли мы почти вовремя. Только вот из-за того, чтобы по городу конечно естественно будет бензин чуть дороже. Так, что здесь поворот сейчас я думаю да я думаю что сейчас и будет поворот так 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 вот так На ноле это. Так, 250 метров, говорит, и все. Данная со стоянками здесь проблема. Я вижу. Где тут должен стоять. Свою ласточку. Вот есть место. Вот тут. Везла. Или попробую все-таки проехать дальше. Чем-чем, здесь бус. Здесь бус, бус нам не нужен. Так, я не понял. Проехали это место или не проехали? Надо искать полковочку. Надо искать полковочку. Тут попробовать. Ну, написано, что будут оттаскивать. Я спрашивал, есть ли где поставить. Говорили, полно. Что-то я не вижу, этого полно. Этого полно я не вижу. Я догадывался, что так будет. Так, немножко прогулялся по городку. Нашел 189-й дом. Оказалось, мы его проехали. Сейчас вернемся. Не проблема. И там нам уже держит место. Так, сейчас не проскочить. Потому что пешком вроде как далеко. О, на машине-то раз. Давай я проскочу на костюм. Так. Где-то тут. Остается мне. Скажите, что это ремни. Вот нас тут подсветают уже. Отзнакомьтесь. Это водил. Так, сейчас вам. Отзнакомьтесь. Редактор субтитров А.Семкин